Здравствуйте, дорогие друзья наши и зрители телеканала ТБН! С вами пасторы Петр и Галина Беднюк в программе «Твой лучший день». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем продолжать тему спасения. Какое чудное спасение, которое мы получаем по вере от нашего Господа. За то, что мы поверили в то чудное его искупление, мы получаем спасение. И мы можем, нам гарантированно, мы можем рассчитывать на жизнь вечную, жизнь вечную с Богом. Потому что уже сегодня, на самом деле, даже ученые доказывают то, что жизнь вечная, что заканчивается жизнь только здесь, на земле. Поэтому мы вам хотим показать и утвердить, что Библия – это слово от Бога, которое нам обещает и гарантирует жизнь вечную. И спасение, оно вам доступно. Поэтому убедитесь в том, что вы имеете спасение. Если вы еще не убеждены, сделайте это сегодня. Не откладывайте такую важную вещь на завтра. Сегодня вы, если вы недоразобрались, разберитесь и сделайте конкретное вот это решение. Я Богу предоставляю свою жизнь. Если вы не знаете, кого спросить или вот, можно сказать, что делать, обратитесь к Богу. Вы ничего не потеряете. Понимаете? Вот если люди думают, а вдруг его нет, а что ты потеряешь? Если его нет, так нет. А вдруг он есть? И он есть. И он ответит вам. И он покажет вам великое и недоступное. О том, чем вы не знаете, он говорит, воззови ко мне. Бог предлагает вас звать. И вы сделаете свою часть, а он сделает свою часть. Друзья, это канал ТБН, телесеть благих новостей. И мы возвещаем здесь самые хорошие новости. Самую лучшую новость, которую мир сегодня может слышать, что наш Господь, Он живой. И Он говорит, кто поверит в Сына Иисуса Христа, то также будет жить всегда. Дорогие друзья, какое счастье знать, что есть кроме нашей земной жизни временной, которой мы ценим, есть еще жизнь вечная. Кроме временных наших защит, этих спасений, есть еще спасение вечное. Дорогие друзья, это наполняет счастьем нашу душу. Радость приходит в нашу жизнь. Воистину, многие люди восклицают, тысячи миллионов людей восклицают в своем сердце и свидетельствуют о том, что их имена записаны в книгу жизни, и они от этого радуются. Кто-то подумает, ну, а как это точно знать? Дорогие друзья, вы можете заиметь это свидетельство внутри себя. Потому что Писание говорит, что свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную и спасение. И сия жизнь в Сыне Его, имеющий Сына Божий, имеет жизнь вечную. Дорогие друзья, это так замечательно. Поэтому сегодня вы имеете возможность, если вы еще не приобрели жизни вечной, спасение, приобретите. Как это сделать? Очень просто. Поверив в то, что Иисус Христос умер за ваши грехи и воскрес для вашего оправдания, Он дарит вам спасение, если вы это поверите и последуете за Ним. Потому что Иисус есть свет жизни. Если вы за этим светом пойдете, то вы уже не останетесь никогда во тьме. Вы можете представить, когда свет включается, не выключается, то уже тьмы нет. Как только свет выключится, тьма снова приходит. Поэтому, доколе мы идем за светом, будем идти с этим светом, мы будем во свете. Поэтому, принимая вечного Бога через Иисуса Христа в свое сердце, зажигается в нашей душе, в нашем сердце этот вечный свет жизни, и мы можем гореть. Это так прекрасно. Поэтому мы об этом будем говорить дальше. Да, и вы знаете, Бог ни в коем случае не заинтересован держать себя в тайне. Понимаете? Но Он открывается тем, которые будут готовы серьезно подойти к этой ситуации. Не то, что, о, ну Бог, покажи мне, знаете, если люди издеваются. Вот покажи мне что-то такое, что никто не видел. Убеди меня. Знаете, Бог видит лукавство и Бог видит искренность. Поэтому с чистым чисто, с искренним искренним. Дорогие друзья, позвоните, напишите, мы возвращаемся через несколько секунд и продолжим эту тему. Дорогие друзья, вы в программе «Твой лучший день». Сегодня мы говорим на тему спасения. И когда мы видим, насколько важно спасение, когда вы убеждаетесь, вы искренне приходите к Богу и обращаетесь к Нему и говорите, «Господи, я не знаю, вот чего-то я не знаю, я вот слышу сейчас о том, что Ты есть, а мне, может быть, родители не передали». И вы искренне приходите к Богу и просите Его, «Господь, сделай мне вот это, утвержди меня в сердце моем, дай мне какое-то подтверждение». И это нормально. Бог вам потребит. Можно сказать. Утвердит. Утвердит, да. Но если вы лукаво, не хотите подчиняться Богу, у вас уже в сердце есть такое, знаете, насмехательство и уже сарказм, то вот с таким лукавством даже не приходите к Богу, потому что с лукавым по лукавству Его. Бог не будет с лукавым относиться к серьезным, потому что Бог видит ваше намерение, сердце вашего лучше, чем вы это видите. Он знает, вы примете его или не примете, но Он знает, но Он хочет еще и вам это показать, потому что никто не будет осуждать Бога, когда перестанет перед судом, перед Божьим, никто не скажет, что «А, вот я не знал!» Понимаете? Бог знает, вы примете или нет, Бог знает искренне, вы будете его искать или нет, и Он вам покажет это. В процессе жизни Бог покажет, и для того, чтобы показать это, Бог пошлет в вашу жизнь вот такую информацию, что вы будете услышать, и Бог посмотрит, что вы сделали. А потом, когда вы скажете «Ой, не знаю, мне там не обидеть», скажет «Подожди, ты слышал? Ты слышал, что я есть? Ты слышал, ты видел сегодня, особенно на самом деле мы уже живя в Америке, мы видим, что в России происходит, как показывают, рассказывают о праздниках религиозных, рассказывают о церкви, много чего уже показывает то, что мы живя, мы знали только от наших родителей, и то нам тайно, можно сказать, нельзя было никому не рассказывать, потому что наши родители сидели в тюрьме. Мой папа и моего мужа сидел в тюрьме, мой дедушка сидел в тюрьме. Понимаете, знаете за что? За то, что они верили в Бога. Просто за то, что верили в Бога. Вам сегодня доступно, то без всякого мужской жертвы, без всякого страха, понимаете, то, что нам пришлось за это заплатить, то, что над нами насмехались в школе, поймите, что мне приходилось одной, когда я не вступала в пионеры, а пионеры я не вступала, потому что я не могла клятся, клятся партией, которая была действительно безбожна в своей сущности. Понимаете? И мы конкретно, нам это стоило. Если вы сегодня думаете, ой, это трудно, да, вас, может, не поймут близкие, но найдутся те люди, которые вас поймут. И самое главное, даже не в людях, а что Бог вас примет. Бог будет на вашей стороне. Вы обретете себе вообще новую семью, новое отношение с Богом. Понимаете? И вот это самое важное вам сегодня утвердиться и не думать, как все думают, как, знаете, толпа. Потому что мы видим, что толпа, уже даже прошло время, история, мы видим, что толпа творила зло. Понимаете? Потом после перестройки мы поняли, ой, оказывается, там коммунисты не такие уж хорошие люди и добрые. Понимаете? Но сегодня никого не надо винить. Сегодня каждый стоит перед Богом, и каждый делает решение за себя. Потому что никто ни на кого потом, знаете, из стрелки не переведет. Вы отвечаете за свою жизнь, за свои отношения с Богом. Поэтому сегодня мы хотим, чтобы вы пересмотрели. Дорогие друзья, цель нашей программы «В твой лучший день» это действительно побудить вас искать или задуматься хотя бы, искать Бога в своей жизни. Если вы уже знаете Бога, это замечательно, двигайтесь дальше в Божьем спасении. Но я хочу обратиться к тем, которые, может быть, еще не знают, на раздорожье стоят, или первый раз, может быть, слышат, о каком Боге, о какой жизни вечной, о каком спасении. Дорогие друзья, мы так устроены, что мы слишком заняты в своей жизни. Мы стремимся к хорошим вещам, осуществить мечты своей жизни, планы у нас есть построить, состояться самому, семью создать, и так дальше. Заработать, и отложить на пенсию, и вот пожить. А что потом, как бы вопрос. И это действительно хороший вопрос. Но часто в этом круговороте жизни, суеты, мы забываем о вечных ценностях. Вы скажете, а существуют ли они? Они намного реальнее, чем мы с вами находимся. Почему? Потому что, загляните в свою душу, просто посмотрите на секунду. Она желает жить вечно. Даже я помню, люди, которые отрицали Бога, стоя на кладбищах, они говорили, мы будем тебя, к примеру, Василий Иванович, помнить вечно. То есть душа даже стремилась, тянулась и тянется, чтобы жить вечно. Дорогие друзья, после короткой паузы мы вернемся, будьте с нами, мы продолжим эту замечательную тему. Дорогие друзья, мы в программе «Твой лучший день». Мы продолжаем эту тему о спасении. И очень важно для каждого человека сделать свое личное, можно сказать, такое заключение. Верю ли я в Бога? Если верю, как я должен, что я должен с этим сделать? И если вы сегодня не решили этот вопрос, то вы должны это разобраться. Не будет извинений. Я вам скажу, что люди думают, что, ну вот мы сегодня видим, как... Ой, нам не рассказали. Поймите, что мы встречаемся с пожилыми людьми здесь. Вот нам в России нам никто не рассказал об этом, мы не знаем ни праздников, ни ничего, вот божественным, особенно еврейский народ, они нас обворовали. Так сегодня, дорогие друзья, я о том говорю, что сегодня никто за это не убивает. Убивают в Сирии, там, в этих странах. Но в основном мы живем там, где свободно мы можем сделать этот выбор. И вот, что хотела конкретно, вот мысль мне пришла. Что я помню, что когда люди говорили о Боге, то говорили, вот мы молодые, нам надо пожить, вот когда старенькие будем, тогда, тогда я вот перед Богом приду и покаяюсь, и тогда вот я, типа вот, уже перед смертью, типа познакомлюсь с ним. Это лукавство. Это лукавство. Но самое главное, я вам скажу, обозревая уже, что здесь происходит, в каком состоянии пожилые люди, вы знаете, в каком они состоянии? Они вот будут с часами сидеть, смотреть телевизоры, там соуп-опры эти, мыльные опры, смотреть и этим жить. Или же, потому что на таблетках, а на таблетках потому что депрессия, потому что в состоянии, знаете, когда без Бога, без Бога нет радости, нет надежды. Эта душа, она просто увядает, и особенно, когда душа-то знает, что она же вечная, и она чувствует, что вот с Творцом придется встретиться и дать отчет. А, понимаете, это есть вот это нет покоя, безнадежность. Это страшно. И вот в таком состоянии, когда они на антидепрессантах, они уже не могут здраво даже размышлять. Вы понимаете? Они не могут даже понимать, что, ой, мне же надо спасение, мне же надо встречаться с Творцом, мне надо раскаяться, может, мне надо примириться, мне, может быть, надо попросить прощения у людей, которых я обижал. Понимаете? Вот такие даже простые вещи. Они не в состоянии. Вот что делают лукавые. Поэтому, если вы откладываете, думаете, у меня будет время, а кто вам гарантирует? Кто вам обещает, что у вас завтрашний день будет? Понимаете? Потому что я знаю, что сегодня происходит, сколько-то катаклизм, сколько наводнений, сколько землетрясений. Мы видим, что чуть ли не каждый день, когда включаешь телевизор и смотришь новости, и видишь, что там случилось, там случилось, там что-то, там подбили самолет, понимаете? И думаешь, что эти люди, они думали разве, что так резко, рано жизнь прервется? Не думали. И мне, когда было о Боге думать, и мне, когда было с Ним примириться, некогда было решить все их самые главные вопросы, понимаете, бежали по жизни. Вот это мне хочется предупредить. Лучше это сделать сейчас. И мы сейчас видим, что какое благословение, когда наши дети, они уже все имеют свои семьи, уже внуки растут, понимаете, любят Бога, ходят в церковь, благословения нет, наркотики не касаются, пьянка не касается, понимаете? Измены, я спокойно знаю, что мои дети, они научены, научены бояться Бога, а соответственно, они будут боявшись Бога, они будут бояться согрешить, оскорбить, потерять то драгоценное, понимаете? И представьте себе, в каком состоянии я и те люди, которые вот без Бога детей вырастили, я вижу, мы видим, что происходит, понимаете, как с легкостью рушатся семьи, как вроде бы сделали свадьбу, отпраздновали, тысячи долларов вложили на эту пышную, знаете, роскошество, а потом, знаете, что происходит? Бывает, возвращается с медового месяца, и уже людям, ну, не нужны фотографии, а почему? А потому, что они уже разошлись, понимаете? Это страшно, не это только вот страшно, но самое страшное, когда люди пристанут перед Богом и увидят, что они потеряли жизнь вечную, и они будут в вечном мучении, без Бога, без надежды, вот это страшно, поэтому сегодня пересмотрите свои ценности, пересмотрите жизнь, если вы знаете Бога, живите для Него на сто процентов, поймите, что враг лукавый, он хочет выкрасть, написано, что он хочет соврать, даже избранных, даже избранных, да, как люди избранные получили, что они Бога избрали, не то, что Бог избрал, а вот ты будешь спасен, а ты будешь не спасен, нет, спасение всем, доступно всем, Бог предлагает, и написано, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, но не все его избирают, поэтому, дорогие друзья, мы возвращаемся буквально через несколько секунд. Друзья, мы в программе «Твой лучший день» и сегодня тема «Божье спасение, жизнь вечная», это дар Божий для человечества, и Господь говорит «Призовите ко мне, придите ко мне, все концы земли и будете спасены, обратитесь ко мне, и я услышу вас, дорогие друзья, Бог хочет подарить не просто вам счастливую, хорошую жизнь». Когда мы говорим «счастливую, хорошую жизнь», это не значит, что мы говорим, что будет жизнь какая-то без трудностей, без вызовов, нет, мы не об этом говорим, мы говорим о том, что в Боге есть счастье, в Боге есть сила, в Боге есть надежда, вера упования, в Боге нету стыда, в Боге, те, кто обращался к Нему, лица их всегда просвещались, и они никогда не оставались в стыде. Дорогие друзья, Господь пришел дать жизнь, и жизнь с избытком, не просто временную жизнь, сегодня Дух Божий, Он побуждает нас говорить именно об этих вещах, чтобы мы задумались о своей жизни, вы скажете, я очень хорошо думаю и размышляю, ну а что потом, о жизни вечной вы думаете, ну это не для меня, а душа ваша, то стремиться к Богу, вы прислушайтесь к ней, может вы боретесь с Богом, припираетесь, душа это область вашего разума, это даже и дух, и душа, дорогие друзья, просто прислушайтесь, о чем Бог говорит, может вы уже знаете Бога, Господь может вас призывает к служению, к тому званию и призванию, которые имеют для вас, это тоже касается, вот для вас это слово, чтобы вы могли пересмотреть свою жизнь, потому что, вы знаете, вчера уже прошло, все это понимают, завтра еще не наступило, но сегодня самый лучший день, и когда вы услышите голос его, Господь говорит, не ожесточите вашего сердца, мы так спешим, но Господь говорит, остановитесь, но нам некогда, Господь говорит, остановитесь и познайте, что я Господь, что я сотворил вас, и служите Богу с радостью, пощите Сына, чтобы Он не прогневался, но нам же некогда, мы очень спешим, дорогие друзья, сегодня Господь дает вам услышать это слово, поэтому, когда вы слышите это слово, вы примите его в свое сердце, вы спросите Господи, а что мне делать, чтобы спастись и иметь жизнь вечную, этот хороший вопрос, Господь многим ответил на этот вопрос, Он вам готов ответить, Он покажет вам великое и недоступное, и Он говорит, даже ты призовешь мое имя, мое имя, а в моем имени есть спасение, не просто в имени, поверив в имя Иисуса Христа, который является спасителем, потому что без Него нет спасения, нету жизни вечной, и жизнь вечная, это не где-то там, Иисус здесь, мы здесь, а это в нем все, дорогие друзья, ну как это в нем, как все это понять, дорогие друзья, имеющий Сына Божий, имеет жизнь вечную, сия же есть жизнь вечная, сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога, и посланного тобой, Иисуса Христа, вот об этом мы проповедуем сегодня, поэтому прислушайтесь в вашего сердца, что Господь говорит в ваше сердце, я знаю, Он побуждает вас, просто пригласить Его в свое сердце, если это происходит прямо сейчас с вами, вы можете сказать, дорогой Отец Небесный, благодарю тебя за Сына твоего, Иисуса Христа, который пришел, умер на Голговском кресте, за мои грехи, чтобы я не умирал, и воскрес, чтобы я был воскрешенный, и в прославленном теле уже мог встретиться с тобою. Дорогие друзья, Господь услышит эту молитву, если эта молитва от сердца вашего, просто от сердца, и Господь примет вас в своей обители, Он запишет ваше имя в книгу жизни, и вы будете Его сыном, Его дочью, вы станете Его народом, Его частью, это так замечательно, поэтому Бог все еще продолжает стучать в ваше сердце. Да, и очень важно, если вы уже это сделали когда-то, и, может быть, отступили, вот просто вы расслабились, знаете, занялись чем-то, или какой-то грех в вашей жизни, он просто вами возобладал, очень важно восстановить отношения с Богом. Очень важно, поймите, что мы видим, как люди совращаются, это настолько, приходит ожесточение, приходит обида, приходит какое-то разочарование, или в Боге, или в Божьих людях, в церкви, и люди ожидают от них, знаете, когда мы приходим в церковь, у нас требования очень завышенные. Поймите, что обычно люди от неверующих людей очень мало ожидают, фактически ничего, что это люди, которые неверующие, но от верующих очень высокие стандарты, и поэтому очень высокое разочарование. Поэтому, дорогие друзья, не разочаровывайтесь в Боге. Божьи люди, это не значит, что они представляют Бога. Поэтому мы возвращаемся через несколько секунд и продолжим эту тему. Друзья, мы в программе «Твой лучший день» и тема сегодня «Вечное спасение». Жизнь вечная, которая в Иисусе Христе. Каждый человек нуждается. И Иисус Христос, Сын Божий. Люди, многие знают об этом, но, к сожалению, не все знают, что Он сделал на этой земле. Частично мы что-то знаем, им все, но Он принес спасение для каждого человека. Он взял грехи свои сам на себя, телом своим пригвоздил ко древу, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, и ранами его мы исцелились. В Боге, в Иисусе Христе, в Его ранах есть спасение, есть исцеление, есть жизнь вечная. Дорогие друзья, Иисус Христос перед своими страданиями, перед тем, как Он сказал, совершилось. Что совершилось? Спасение для всех людей. Дорогие друзья, Он сказал, Он сказал, покайтесь. В чем покаяться мне? Вы скажете, я хороший человек. Да, вы хороший человек, но у нас есть, о чем каяться, дорогие друзья. Покайтесь, написано, отвратитесь от ваших злых дел, злых намерений, может быть. Скажете, я не злой человек, я доброжелательный очень человек. Это очень замечательно, но если вы примете Христа в свое сердце, вы никогда не пожалеете, вы примете спасителя и спасения. Все равно, как ни говори, мы грешные люди, мы согрешаем, и нам нужно прощение грехов. Поэтому Иисус не призывал, и сегодня проповедь его звучит в том, чтобы написано, покайтесь и веруйте в Евангелие, ибо приблизилось Царство Божие. Царство Божие, оно приближается к вам, когда вы оставляете греховный путь и обращаетесь к Богу, и идете за Ним, за Иисусом Христом, за этим светом жизни, вы пребываете в Божьем свете. Да, и очень важный аспект, когда вы просите у Бога прощения, важно с вашей стороны вы должны простить других людей. Поймите, что написано, что суд без милости не оказавшему милость, ибо милость превозносится над судом. Для того, чтобы от Бога получить милость, очень важно вам помиловать людей, которые сделали вам зло, которые вас обидели, которые вас разочаровали. И вот этот момент, который не будет давать нам никакого извинения за то, что мы будем говорить, а вот те нас там обидели, или те не были добрым примером, потому что вы даже тех людей, которые какие-то совершали зло, вы должны их простить, если вы рассчитываете получить милость от Бога. Понимаете? Это очень важно. И часто люди пойманы, вот так они в своих глазах, они такие добрые, они никому никакого зла не делали, а всех ее обижали, и вот они такие несчастные, замученные, и вот непонятые, самое интересное, непонятые, вот люди не оценили меня. Придите к Богу. Люди и не должны вас оценить, понимаете? Бог вас оценит, потому что написано, что Бог есть, я есть Бог, воздаятель, ибо необходимо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Нигде не написано, что Бог, люди будут вам воздавать за ваше искание, потому что это как раз и будет, как, знаете, как сетью, которую враг расставляет, что разочароваться в людях. Бог никогда не даст вам в себе разочароваться, если вы придете и просто Ему предоставите всю свою жизнь, понимаете? И не будете иметь никакого лукавства, а искренне. Даже те люди, которые последовали за Ним, мы видим, апостолы, они были растерзаны, они были убитые, но они не разочаровались с Ним, понимаете? Потому что они не надеялись только на сию жизнь, они знали, что Бог есть воздаятель, и Он воздает им. Поймите, сегодня в вашем сердце сделайте решение, я буду доверять Богу, а потому что некому больше доверять. Поймите, что человек не в состоянии себе доверять, вы не знаете, как вы поступите, вы не знаете, как вы отреагируете в какой-то ситуации, вы только уже видите, когда это происходит, а Бог знает, и Он хочет исцелить вашу душу, Он хочет окружить вас людьми, которые вас поймут, которые, может быть, разделят с вами вашу веру, ваше взаимопонимание, и Бог исцелит вас, взаимоотношения. Но самое главное, что Бог единственный, Он написано, что проклят человек, надеющийся на человека, и плоть, делающий свою опору. Поэтому человек под проклятием, он обязательно на неустойчивом такой почве. Но если мы надеемся на Бога, это единственное основание, понимаете, написано, имя Господне, крепкая башня, вбегает в нее праведник и безопасен. Когда ты вбегаешь в него, ты уже оправданный, понимаете, ты спасен, ты омытый, тебе единственное требование, которое, как молитва очень наша написана, Господи, прости мне, как я прощаю. И эта молитва, которую Господь Иисус, Он ученикам оставил, Он в этом показал стандарты Божии. Прости мне, как прощаю я. И другими словами, не прости мне, как я не прощаю. Да, дорогие друзья, телеканал ТБН, он предлагает, он возвещает эти благие вести. И самая благая весть, самая великая весть сегодня на этой земле, это то, что Иисус Господь есть единственная личность, Бог, который есть спаситель, который спасает каждого человека, который приходит и обращается к нему с верою. Поэтому примите его в свое сердце, и вы никогда не пожалеете. Дорогие друзья, мы очень рады, что вы в программе «Твой лучший день». И сегодня, воистину, ваш лучший день. Мы благодарим за ваше одобрение, за ваши письма, за вашу поддержку, молитвы, что это совершается во имя Господа. Таким образом вы даете возможность еще многим тысячам людей услышать благую весть спасения о нашем Господе Иисусе Христе. Мы благословляем вас сейчас именем Господнем на принятие спасения. А если вы уже приняли спасение, храните свое спасение, совершайте свое спасение до пришествия Иисуса Христа. Прощаемся с вами до следующих встреч в программе «Твой лучший день». Посылаем вам шалом! Иисусе Христа – Сразу Христа – Сразу Христа Иисусы Христа Редактор субтитров А.Семкин